Любой фонарный граф можно раскрасить в 5 цветов. Это совершенно замечательная теорема. Если у нас есть граф, вершины, соединенные между собой, обязательно разного цвета. Утверждение. Всегда такой граф можно покрасить битью краской. Расскажу я вам два доказательства. Одно, при помощи формулы Эйнгера. Второе, без формулы Эйнгера, в любом фонарном графе, есть хотя бы одна вершина, степень которой не превосходит эти. Индукция по количеству вершин того графа, который мы красим. Если в графе одна вершина, то в управленной уровне есть. Если в графе две вершины, пожалуйста, отлично. Пусть мы умеем красить все графы, у которых не более чем определенное количество вершин. Рассмотрим планарный граф, в котором одну вершину больше. Отлично. По вот этой теореме найдем в этом планарном графе вершину степени не больше, чем 5. Нашли? Выделили? Выделили. Ну, предположим, что из нее выходило одно ребро, или два, или треечное. Ну, пока не очень. Пока не очень. Не больше, чем 4 ребра. Тогда весь оставшийся граф можно покрасить в 5 цветов. Так, чтобы соединенные ребром были бы разными цветами. Покрасили. И в качестве краски сюда можно поместить тот цвет, которого нет ни здесь, ни здесь, ни здесь. Это же 5 цвет. Решили. В каком случае у нас проблема? Если из нашей вершины выходило все-таки 5 ребр. Ну, отлично. Из нашей вершины выходило 5 ребр. Выходило 5 ребр. Опять выбросим ее время. И оставшийся граф покрасил. Совершенно ясно, что если среди этих пяти вершин будут не все 5 цветов использованы, то тогда здесь найдется возможность покрасить в тот цвет, которого нет в этих вершинах. Значит, неприятная ситуация, это когда все вершины, те 5 вершины, покрашены в разные цвета. Ну, и здесь каждый идет покрашен, 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 непонятно. Да вот, замечательно. И вот дальше красивая идея. Возьмем, пока мы никак не будем покрасить, возьмем какой-нибудь из цветов, ну, например, первый. Возьмем первый цвет. И посмотрим, есть ли среди соединенных с ним третий цвет. Если здесь нет нигде третьего цвета, то перекрашиваем в третий, а это в первый, где все решено. Значит, где-то третий цвет. Можно даже несколько. Хорошо. Есть ли соединенные здесь первые цветы? Если нет, то тогда это красим в первый цвет, это в третий, опять-таки в первый, и все получилось. Значит, ребята, проблема будет только в том случае, когда все время будет находиться первый цвет, третий цвет. То есть мы так вот будем двигаться, двигаться, двигаться. Кстати, отсюда то же самое. Можно посмотреть вершины. И есть два случая. Цепочка, начинающаяся здесь и идущая чередуя 3-1, 3-1, 3-1, никогда не попадет сюда. Или такая цепочка, которая попадет к кисти. Ребята, если вы выйдете из единицы, идя потом в третий цвет, потом в первый, потом в третий, никогда не можете попасть сюда, то вы можете сделать простую вещь. Вот во всей этой компоненте, где можно дойти, все время переходя из первого цвета, из третьего и из третьего первого, во всей этой компоненте поменяйте местами первый и третий цвет. Тогда это не затронется, соответственно, здесь будет окажется третий цвет, здесь красный первым и все получилось. Проблема. В случае, когда есть такая цепочка. Когда есть такая цепочка. 1, 3, 1, 3, 1, 4 и так далее. Вот, замкнулись. Давайте это условно нарисую как. Есть центр, первый цвет, дальше цепочка, цепочка, цепочка. И здесь третий цвет. И вся эта цепочка состоит из чередующихся 1 и 3. Замечательно. Ребята, ну а это же происходит на плоскости. Поэтому это же получился цикл. И этот цикл отделил второй цвет от четвертого. Поэтому вы смотрите, с какими вершинами четвертого цвета соединена вторая. Смотрите, с какими соединены они. И вот все это компонент, который не может содержать эту точку. Перекрашиваете второй в четвертый и четвертый в второй. Ну, соответственно, здесь оказывается четвертый, второй и у вас все улучшилось. Вот это классическое доказательство, использующее формулу рейта.